Тяжело в учении, жопа в бою. А когда в бою учишься, вообще срака. Но это не точно. Ведь большинство диванных интернет бойцов думают, что бой это залитые пол-литра горючки и ты уже мать его непобедимый люкен, раскидывающий всех направо и налево. Приветствую вас, уничтожители кнопок на ноуте. С вами Федорович. А в этом видео мы посмотрим, как смертные решили, что огненная вода и знания изысканных матов в интернете делают из них бойцов. От импотенции еще никто не умирал, но и не рождался. А вот от длинного языка полегло немало великих дрочунов. История этого боя была такова. Молодой пацан, перед вами в черной футболке, шел на треньку и увидел недалеко от зала мужика, который квасил на улице, за что и сделал ему замечание. Но, конечно же, алканиндзя, который уже употребил допинг бесстрашия, решил сопляка научить жизни и обложил культурной речью, которую часто можно слышать в интеллектуальных дискуссиях в ночных кабаках. Слово за слово, и мужик наехал на пацана угрозами расправы, за что боксерчик предложил пройти в зал и там все решить, чтобы на улице не вызвали полицию. Конечно, бесплатному сыру в дырки не смотрят, но и за такой мордобой нужно сказать спасибо, ведь он может кому-то спасти жизнь. Кто тоже вдруг возомнит себя брюсликом после пол-литры? Спасибо за субтитры! Обиженные всегда пытаются обидеть. Счастливые, а счастливить, а пьяные опьянить. Как и в этом бою, история которого следующая. Дерзкий лысый хрен, после посиделки в кабаке, где, наверное, вырубил какого-то алкаша, пришел бухой в зал ММА и начал кричать на весь зал, что ему нет равных. И он внебрачный сын Шаокана и Шансунга. Поэтому может уделать любого, пока находится под воздействием чудо-эликсира. Это все очень не понравилось тренеру, который после вежливых уговоров и оскорблений в свой адрес очень жестко наказал провокатора. Человек, который назвал бензопилу «Дружба», явно очень сильно разочаровался в людях. А человек, который оскорбляет бойца в интернете, явно не дружит с головой. Прямо как наш герой в шлеме. История этого мега-махача такова. Дерзкий раздолбай публично оскорблял в интернете профи бойца ММА Гонзалеза, разглагольствуя не только о том, какой он никакой боец, но и утверждая, что сам его уделает за пару минут. Несмотря на то, что у пацана опыта в тренировках явно не больше пары месяцев. Ну, может еще пару драк под киоском. Но зато теперь мы все можем извлечь урок из этой поучительной истории и сказать этому чудиле спасибо. Ведь жертвуя своим здоровьем, он нам показал, что за буквы в интернете можно получить по щам. Ооо, нет, нет. Ооо, нет. Субтитры делал DimaTorzok Если вы до сих пор не в сказке, значит вам нужно поменять столичную на пшеничную. А когда жизнь кажется сказкой, нужно сходить подраться с профиком. Именно так решил наш красавец Скачок в красных шортах, который пришел на кастинг в бойцовское шоу и написал в анкете, что он мастер единоборств и давал лящей Люкану и Рейдену не напрягаясь. Конечно, у организаторов не было победителей Мортал Комбата, поэтому им пришлось выставить средненького профика, переживая за его здоровье. Но, как показал бой, переживать мужикам пришлось только за претендента, который дрался как пятиклашка и ничего не умел. Как люди относятся к алкоголю? Да никак, просто пьют, ведь отношения не выясняют не с алкоголем, а с тем, кто рядом. Но иногда отношения можно выяснить и без алкоголя, главное, чтобы в ринге. Это знаменитое и эпичное видео вселяет огромную мудрость во все неокрепшие умы, которые думают, что молодость и дерзость всегда побеждают навыки и опыт. История этого мордобоя такова. Дедушка в затяганном свитере – это бывший чемпион по боксу, который тренировал пацанов в своем подвальном зальчике. Но, как это частенько бывает, всегда есть здоровый и дерзкий бородач, который думает, что лучше знает, как надо, и считает себя великим бойцом, у которого монахи Шаолиня должны спрашивать, как созерцать каплю, бегущую по бокалу пива, и слышать шелест утренних звезд. А деду, в общем-то, пора на пенсию. Но дед показал сопляку, что опыт не пропьешь, и порадовал нас всех отличной работой в ринге. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько профиков уничтожили вы. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры создавал DimaTorzok